Ребята, всем привет! Я продолжаю следить за своим питанием и сегодня хочу вам показать, чем я обычно завтракаю. Наверняка вы сто раз слышали, что завтрак это главный прием пищи за весь день. Так что, во-первых, не советую вам его пропускать, а во-вторых, вы и без меня знаете, что завтрак должен быть в идеале полезным. Но что такое полезный завтрак? Для меня вариант очевидный. Это овсяная каша, овес, источник сложных углеводов и пищевых волокон. Он помогает зарядиться энергией в начале дня, способствует нормализации уровня холестерина и сахара в крови. Главное выбрать хорошую кашу и без вредных добавок. Я обычно беру вот эту овсяную кашу без сахара от Ясно-Солнышка. Причем принципиально ее, потому что именно в Ясно-Солнышке нет всякой химозы и сахара. Только хлопья и много фруктов. И как раз они дают мне на день все самые важные компоненты. В общем, состав у Ясно-Солнышка супер. Плюс можно выбрать разные вкусы. Есть два вида с грушей и изюмом, а также абрикос и чернослив. Сегодня настроение у меня такое. Хочу красивый и вкусный завтрак, как на тех самых картинках. Сейчас вместе его и приготовим. Переходите по ссылке в описании, заказывайте кашу и делитесь в комментариях, чем вы обычно завтракаете. Привет, ребята. Новый день, новый влог. Начинается с такой карапунзи. Гугли-бугли-бугли. Гугли-бугли-бугли. Скажите такое. Гугли-бугли-бугли. Гугли-бугли-бугли. Ты гугли-бугли-бугли-бугли-бугли. Сосочкой очень мило говоришь. Сейчас вам видео прикреплю. Что это значит? Во-первых, я вчера вечером на нее нацепила бодик с 68-го размера. А-а-а! Слюнь какие-то! Мамочки дорогие. И она как бы еще 62-го, но этот просто такой, типа, комфортненький, классно, вообще нравится. И она вот в нем спала. Хотела что-нибудь такое, типа, более свободное. Но по итогу руки оказались закрыты. Ну, короче, неважно. У меня тут котлеты! Прикиньте! Короче, я заказала кофе. У меня тут такой беспорядок творческий. Я вообще не накрашена. Сейчас час дня. Сейчас прокручу котлеты. Ну, фарш. Сделаю фарш, уберу в холодильник. Пойду накрашусь. И мы поедем в авиапарк на шопинг. Говорю Славе, хочу тратить деньги. Хочу тратить деньги. Слушай, блин, это моя душина. Такая, это моя душина. Просто мне надоело тратить деньги, типа, на ВБ, на всякую чепуху. Я как-то заказала там футболку, просто отвратительную. Я вообще не знаю. Это, знаете, вот мой после родов мозг. Такой просто покупай, 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 покупай. Не важно чего, не важно какого качества. Ну, короче, это ужас. Это просто мерзкая футболка ужасного качества. Так, девчонки, я вчера ночью подготовила курицу. Ну, вечером. Сейчас растоплю вот это масло. Это получается... Как оно называется у меня? У меня было обычное масло сливочное. Я его растопила. Оно у меня засохло. Сейчас я его снова растоплю. Это у нас особенный ингредиент. Так, ну и все. Я попросила Славу, чтобы они с Аней открыли, потому что будет очень шумно. И я сейчас буду прокручивать вот это все. Хлеб и курицу с луком. Короче, рассказываю. Я сейчас просто не знаю, что сделаю. Ждала этого дня, не знаю, в неделю, чтобы поехать в магазин. И решила утром котлеты прокрутить. Ну, как утро уже? Полвторого? Короче, эта херня ступилась. И ни хера не режет. Я ее сейчас промыла хорошенько. Вот видите, там у меня все забилось из-за того, что кишки вот эти вот были. И она все равно ни хера не режет. Зараза такая. Сегодня надо новую купить. Бесят. Короче, я не знаю, как мне это прокручивать. Она просто не идет и все. Я не могу просто. Посмотрите. Она просто, ну, вот, типа курица намоталась. Короче, я в ярости. Просто в ярости. Короче, придется это все заморозить, так сказать. Оставить до какого-то времени. Потому что это вообще невозможно. Жутко злюсь, потому что все это время, что я сейчас тут херней страдала, я бы могла накраситься, и мы бы уже поехали. Вот так вот захотела котлеты сделать, потому что мы все сожрали. Очень неприятно. Так, ребят, ну что ж, наконец-то мы сели в машину. Анютку посадила вот в таком ее классном костюмце. Она сидит разглядывает эту игрушечку. Надеюсь, будет хорошо сидеть. Потому что, конечно, не все детки любят ездить в автолюльках, автокреслах. Сложная ситуация. В чем смысл? Я как-то видела, что Карина Монтику включает мультики. Ну, вот сюда куда-то там ставит. И он смотрит как бы мультики, и таким образом он хотя бы может сидеть в автолюльке, наверное, он еще сидит. Ну да, не в автокресле, еще в автолюльке. Ну, короче, и как бы это нехорошо, потому что... Ну, какие мультики? Он еще совсем малыш. Ну, в смысле, Анютке мы тоже все отворачиваем, потому что это нехорошо для малышей. Вот эти все нейроны. Что там за нервная система, да? Для глаз. Для глаза, ладно. Не, ну, в смысле, не то, что ладно. Ну, короче, нехорошо. И это неправильно. И брать ребенка неправильно. Потому что бывает такое, у нас такое было, я рассказывала, что Анютка сильно начинает кричать, плакать. Ну, не нравится ей тут сидеть. И было такое, что я ее брала, и мы ехали, она была у меня на руках. И это неправильно, потому что... Да пофиг как бы на штраф, хотя, ну, вроде как и не пофиг, но самое страшное, это не штраф, понятное дело, не дай бог что. Ну, то есть это как бы безопасность ребенка. И получается, что в такой ситуации нужно выбирать из двух зол, что ли. Либо ты держишь ребенка на руках, либо ты ему включаешь, например, мультики. Ну, то есть и так, и так плохо. Либо ты просто сидишь, и вообще тебе пофиг, что твой малыш плачет, орет как резанный. И все. Ну, то есть, типа, что выбирать. Все не в кайф, понимаете? Самое идеальное, чтобы ребенок либо спал, либо вот так вот с игрушечкой все сипускался. Вот хорошо, Анюточка сейчас смотрит на игрушечку. Вот она какая интересная. Конечно, я сама боюсь, если она у меня на руках. И все равно скажу, что это бывает крайне редко, но такое бывает. Мы особо никуда дальше дома не выезжаем. Часто, да? То есть редко куда-то выезжаем. Понятно, что бывает, я молочка сцежу. И, например, если она начинает плакать, я молочка даю, она сразу успокаивается, все хорошо. Вообще, Анюточка сейчас должна уснуть. Я сцедила дома у молочка и через где-то полтора часика предложу ей. Я думаю, она будет дела очень ради. Да? А еще сейчас, пока мы едем, нам, кстати, ехать всего полчаса. И это хорошо, что получится. Вообще, по плану я вот с такой прической должна быть. Мне, кстати, не расчесывалось сегодня, но в этом смысл. Короче, теперь я делаю такую прическу. Голову мою, опрокидываю вперед и заплетаю косичку. То есть она такая странная. У меня косичка получается, ну, типа некрасивая, но она для прически. Чтобы волосы были волнистые, вот такие. И шли от максимального верха, но не самого верха. То есть если бы я заплела себе колоски, которые вот прямо отсюда, то они здесь были бы кучерявые. Я такой не люблю. То есть мне хочется, чтобы было именно такое. Ну, как бы, такой переходящий эффект. Понимаете? Пока мы едем, мне нужно сделать обложку для нового влога, который сегодня выйдет. У меня сейчас каждый день, мне кажется, выходят влоги. Ну, не знаю, когда выходит это видео. Насколько каждый день, но мне кажется, каждый день. И это хорошо, потому что люди должны быть рады. Я надеюсь, что они рады, подписчики. Вот, потому что у меня до этого, конечно, такие застои были, так скажем. Я, конечно, в шоке. Ну, не, не то, что в шоке. Но я просто, мне кажется, я уверена, что многие, кто стал родителями, особенно в первый раз, очень часто удивляются, шокируются своему ребенку, потому что все равно это так необычно. Видеть, как маленький человечек развивается. Ну, в смысле, слава богу. Ну, то есть это здорово, но и, казалось бы, все это понятно и логично, но все равно это настолько, не знаю, какое волшебство какое-то. Ну, типа, знаете, она взяла игрушечку, что-то пожмякала ее, с ней поигралась чуть-чуть. Сейчас держит ее в ручках и уснула. Ну, это так мило. Просто мне до сих пор не верится. Во-первых, ей через где-то недельку, ну, чуть побольше, хоть 4 месяца. Конечно, мне не верится, что она так быстро растет, но хотела ей сказать не это, а то, что раньше, до того, как у меня появился ребенок, я всегда думала, что детки в таком возрасте, они еще вообще, ну, как сказать, ну, такие типа, ничего не знают, не умеют, не понимают. Это как вот мы с мамой болтали, и мама говорит, что когда ей было 3 месяца, ну, и вообще раньше, ну, типа, в СССР, вообще, типа, деток там в 3 месяца еще пеленали. Ну, сейчас, может, тоже пеленают, но просто потому, что вот я не представляю, чтобы сейчас Анютку запеленать. То есть у меня настолько, как у меня жизнь кипит, вообще, движуха, что она уже все смотрит, все интересуется, уже разговаривает, мне кажется, пытается встать, пытается потянуть. То есть, и вот бабушка даже, когда смотрела на Анютку, получается, мама моей мамы, она говорит, как же она сказала, ну, короче, то, что сейчас дети намного быстрее развиваются, чем раньше, ну, это, в принципе, логично. И что-то мы так посмеялись, она говорит, что вот там когда-то просто дети будут рождаться, и сразу говорить, мама, да, СССР, ну, типа, просто родился и сразу уже говорить умеет, уже такое сразу, давай, вот. И, ну, может быть, не знаю, эволюция, я говорю, но это правда удивительно. Не знаю, девчонки, напишите в комментариях, есть ли у вас такое или нет, в том плане, что, может быть, ваши родители, смотря на ваших детей, на своих внуков, такие, ой, да, там, когда, там, не знаю, я была маленькой, нас еще в твоем возрасте вообще, не знаю, что, ничего такого не было, мы просто тупо лежали вот так вот и все. Ну, короче, прикольно, все равно, каждый раз говорю, ребенок, это очень интересно, прям с ума сойти, потому что он каждый день что-то новенькое, что-то интересненькое смотреть, как он чему-то учится, обучается, какие-то навыки новые приобретает, это прям вообще. Мы сейчас поедем в авиапарк на шопинг, но мне все-таки нужно сделать котлеты, это, конечно, вообще подставило меня эта хрень, она просто ступилась максимально, и Слава говорит, что как-то ее можно заточить, понятно, но она меня прям жутко бесит, уже второй раз меня эта мясорубка подставляет, первый раз был, знаете, когда, когда мы снимали кукинг, и эта хреновина прям на кукинге тоже не крутила фарш, а мы снимали, блин, как делать котлеты, но в итоге тогда мы смогли как-то решить проблему, мама ее как-то хорошо помыла, вручную что-то там такое сделала, что она вроде как начала прокручивать, а сейчас вообще ни в какую. И знаете почему так? Вот я не знала, я раньше в посудомойке мыла. Ну просто я типа не думаю о таких вещах, кто-то сейчас напишет, как можно было, типа, оно же понятно затупится, да нахрена мне об этом думать, я просто запихнула в посудомойку и все, ну типа откуда мне знать, что оно от этого затупится. Ну короче, никогда не повидеть в посудомойку вот эти все детали от мясорубки, потому что они, оказывается, могут втупиться. Всегда это надо мыть вручную, я об этом не знала, узнала от мамы на кукинге, понимаете, как полезно. Так, Анютка уснула, рассказываю, что было. Короче, мы гуляем со Славой по авиапарку, Анютка только сейчас уснула, мы здесь уже, наверное, час, я успела сходить с Анюткой в детский мир, потом поносила ее на ручках, она посмотрела, как вокруг офигенно весело и интересно, и после этого, конечно, ей не особо хотелось лежать в коляске, просто тупо лежать, она хотела смотреть на все это яркое, прикольное, но все равно надо было ее положить, потому что, во-первых, она уже спать хотела, я ее покормила из бутылочки, мы подошли к одному из магазинчиков, ну вот в таком формате, ну тут все, типа, открытый большой, кто был в авиапарке, то вы знаете, просто, типа, одно большое помещение и разные такие отсеки с разными брендами. Это вообще прикол, я сказала, Славя, он с коляской был, я курку смотрела, я говорю, никуда не уходи от меня, мой телефон был у Славы, что вы думаете, он ушел, он ушел, я вообще, я чуть, я не знаю, что с ним, чуть не сделала. Короче, он ушел с моим телефоном, с коляской, я стою как дура, просто, ну, по моим ощущениям, полчаса стояло, но он говорит, типа, пять минут его не было, ну, короче, стою, стою, не могу его найти, не знаю, где он, мой телефон, у него, ну, короче, я просто вообще в полнейшем шоке была. И когда все-таки я его увидела, он говорит, что у меня были красные глаза, ну, типа, от злости. Потом, когда он какой-то там круг сделал, потому что на нютку, типа, хотел, ну, чтобы она уснула, укачать. Короче, это просто трэш. Я его когда увидела, я понимаю, что вокруг люди, но мне хотелось просто рвать и метать, если честно. И когда мы с ним встретились, я начала так себя вести, знаете, некрасиво, короче. Все, уходим на мой, ничего не хочу, я тебе говорила. Да, это примерочный. Ты можешь помериться быстренько? Дай-ка я зайду к вам. А нет, ты же. Просто он не стоит. Ну, типа, 13 тысячи написать на мне, как мешок. Ну, до конца один мешок, мешок. Уверсайз. Типа, ну, странно, не очень. Я такую не люблю. Ну, с джинсами? Ну, вы смотрите, руки внизу просто. Чё это? Ладно, надень этот. Мам. Когда одеваешь вот этот, то вообще оперфаль. Оно просто, типа, под цветовой гаммой очень подходит. Но это не стоит того, чтобы какой-то... Двенадцать тысяч. Не, можно любой другой свитер одеть. Да, взять вот такой. Прикольно так и кузнечик этот торчит. Короче, мы просто поедем в дом отдыха. И нам нужно, ну, одежду красивую, луки. Блин, ну, может, мне померить? Ну, типа, знаешь, если мне пойдёт, я прям на это закину. У нас, в принципе, один размер со славой. Ну, кажется, не совсем один, конечно. Но такие вещи... Оверстайз. Ну, честно, пока что-то не знаю. Да, странно, странно. Какая-то она... Ну, она, знаешь, она плотная. Кажется, что она такая плотная. Ну, вопрос, дышать она будет или нет, это... Непонятно. Вроде совсем, конечно. А из подвернуть? Ну, то есть они прям через чур, как будто, весят. Не, ну, подвернуть можно, но мне просто, в общем, не нравится. А нужно ли её поворачивать? Ну, вроде и ничего. Но, опять же, это, типа, чтобы просто купить. Вероятно, есть чуть-чуть получше. Да, она прикольная, конечно. Она на тебе хорошо сидит, потому что у тебя ещё сиськи есть нормальные. А у меня нету, да. А у меня, ну, там, где шея, вот здесь вот. Да. Она прям висит не очень красиво. А у тебя? Нет, ну, типа, свитер как свитер. Нет, нет. Нет, тебе он лучше идёт, чем у меня, если честно. Хочешь, купим, но я не знаю, один раз его можно, типа, поносить и как бы, и всё. Просто, типа, обычный свитер. Ну, обычный свитер. Ну, мне нравится, что он совсем какой-то не тянется. Ребята, напишите в комментариях, стоит покупать, не стоит. Мы уже не вернёмся в прошлое. Мы уже в настоящем сделали выбор. Ну, короче, моя оценка, если свитера получатся такие деньги. Ну, точно. Ну, конечно, по цвету офигенность. Ну, а жилетка-то прикольная, правда? Да, жилетка пойдёт. Ну, да, мне нравится, какая она внутри. В любом случае, даже одной жилетки уже хватит для того, чтобы тебе лук собрать. Дома у нас сочные свитера. Но всё равно мы сейчас пойдём ещё купим. Не, ну, прикольно, давай возьмём её, да? Ну, здесь так, типа, мы ходим с кучей монаток и только потом на касте покупаем сразу от разных магазинов. Поняли как? Хорошо, когда Анютка спит. Хоть шопинг можно провернуть. Так, Анютка проснулась. А, нечего облизивать всякое. Не-а. Моски хочется. Спала 10 минут. Никакие не 10. Мы за это время успели нормально прошвырнуться. Так, обзор на комнату мамы и ребёнка в авиапарке. Очень прикольно. Тут хороший такой пеленальный матрасик мягенький. Такой же сладенький. Моя лично. Это наш. Это мы принесли. Вот здесь есть раковина, вода горячая, мыло, салфетки, кресло для кормления. Вот тут я не знаю, чего. Но что-то странное. Ну вот, собственно говоря. Ну, там что-то ещё есть. Красота. Мы зашли в комнату мамы и ребёнка. Снова. Покормить Анютку. И думали уже уезжать. Но посмотрели там сумасшедшие толпки. И решили, что, наверное, нам придётся ещё походить, пошёпиться. Ну ничего, сейчас Анютка покушает. Мы сейчас кое-что ещё купим. Отнесём всё в машину. И, может быть, даже зайдём куда-нибудь покушаем, если найдём место. Мы хотели поехать стейки поесть. Так, ребят, ну что ж, всё, мы уехали. В итоге мы решили особо там, типа, долго не гулять. Просто Слава взял себе кофе. И мы ещё зашли, купили мясорубку. У нас был выбор ещё подняться в магазин техники на четвёртый этаж. Но так сильно не хотелось. Не, ну мы взяли хорошую мясорубку. Просто мы могли, наверное, взять подешевле. Может, с теми же параметрыми. Но, блин, ты слышал, какая она тихая? Нам показали, что она прямо очень тихая. Слава говорит, что вдруг она плохо, ну, всё перемалывает. Мне кажется, должно быть хорошо. В общем, протестируем. Не знаю, правда, уже, наверное, не сегодня. Хотя она настолько тихая, что можно и сегодня. Просто я бы котлеты прям хоть ночью, знаете, делала. Но меня остановлюет то, что мясорубка настолько у нас громкая. Но она и старая. Её мне дедушка покупал, когда вот я в эту квартиру переехала, где мы сейчас живём. То есть ей прям, я не знаю сколько, лет 8. Ну, короче, старая такая. Но она хорошая, но, видите, стёрлась. Короче, вот, решили поехать поесть стейки. Надеюсь, что это хорошее решение. В принципе, у Анютки чистый подгузник был, по крайней мере. И она покормлена. Сколько времени назад, можно посмотреть. Ну, покормить мне не страшно. Ну, у меня норма в машине покормить. Но вот подгузник 43 минуты назад я её кормила. Ну, если что, в машине покормлю, не великая беда. Так что, короче, всё, мы едем кушать стейки. Когда будем дома, покажу, что купила. Расскажу, сколько денежок потратили. Ну, сказать, довольна ли я шопингом. В целом, что-то купили. Ну, конечно, когда ты едешь в авиапарк. В такой большой торговый центр, где куча-куча магазинов. Есть такое, знаете, чувство, что ты должен очень много всего классного найти. Ну, конечно, с ребёнком тяжело делать шопинг, потому что всё равно периодически малыш плачет. И надо то на ручке, то ещё что-то. Плюс ограничение во времени есть какое-то. Ну, и столько там всего, на самом деле, вот на этом, на самом верху, что просто глаза разбегаются. И ты такой, типа, блин, даже не знаю вообще, что брать. Такая вот креветка тут сидит с Воликой и грузичком. Ну, конечно, уже темно, ты как думала. Уже её так хорошо не видно. Такая-то взрослая. Всё равно, конечно, вот вроде прикольно. Пошлялись по ТЦ, а с другой стороны... Ну, я вам так скажу, я заходила в магазины, кое-что мерила. И мерила то, что я на сайте смотрела. В некоторых, типа, магазинах, таких шоурумчиках, брендах российских дизайнеров. И я думала то, что, блин, сейчас вообще закажу, куплю онлайн. Типа, по картинкам нравились вещи. А я на себе мерила, и мне вообще, блин, вообще отстой какой-то... Ну, нет, была одна вещица, которая мне понравилась, но, опять же-таки, только с определённым луком. Вот эта дублёнка, я вам сейчас фоточку прикреплю, она мне, в принципе, приглянулась. Но не с этими джинсами, конечно. Это, может, чёрные лосины, уги какие-нибудь, вот что-то такое. Потому что она в целом такая прикольненькая, атмосферная. Ну, ладно, я ещё подумаю, может, я её закажу онлайн. Время дофига, я, конечно, надеялась, что мы пораньше всё закончим. Просто этот ТЦ не совсем уж рядом с нашим домом, но и не сказать, что далеко. Ну, 40 минут мы сюда ехали. Вот до центра, до Павелецкой полчаса показывает. Ну, норм. Хотя сейчас время 7. Сколько уже, почти 8, да, Зай? По 8. По 8. Ну, я думаю, что с ресторана мы вообще до дома быстро доедем. Ну, минут за 20, типа. По 8. Это время, когда надо купать Анютку. Ну, нет, 8, 8.30 я её купаю вот так вот. Ну, ничего, пораньше вообще в 9, в 10 купала. Так что ничего страшного. А я, Анютчик, маме нужно поесть стейка с картошечкой. Салатик. В целом, она умница. Единственное, что ей, конечно, уже неохота лежать долго в коляске. Хотя вот мы вчера гуляли. Не знаю, рассказываю, я вам сюда во влог или нету, что я поставила яйца вариться и мы ушли гулять. Я вспомнила о том, что я их не выключила на улице. Это, конечно, ужас. Так делать нельзя. Трэш. Но, как я и думала, что, типа, что самое такое, типа, произойдёт за то время, что нас не было, это просто выкипит вся вода и всё. Ну, что и произошло. Короче, что-то как-то последние деньки такие, знаете, как будто какой-то ретроградный хрен знает кто. Ну, сейчас наверняка тоже какая-то такая ерунда, но, конечно, всё на это сваливать неправильно. Просто всё как-то... Вчера хотела салатик сделать вкусно, яйца поставила вариться. В итоге вообще ушли эти яйца, вода выкипела. Потом я вчера ночью мясо всё подготовила, я вам сегодня показывала. Хотела котлеты сегодня, ну, фарш хотя бы накрутить. Котлеты можно было бы вечером сегодня делать, либо завтра утром как раз бы фарш, типа, настоялся. А так получается, чёрт не знаю чё, какая-то фигня. В общем, ладно, сейчас поем и думаю, всё наладится. Так, мы уже приехали, Нютка ушла, слава богу, можно спокойно поесть у нас салатики. И сейчас ещё стейки нам принесут и картошка фри. Так что будем сидеть, болтать, у нас, типа, свидание с мужем, пока ребёнок спит. Так, нам принесли наше мясо. Чего мы берём? Филе шато? Да. Вот, филе шато, картошечка фри. Спасибо. Слава ещё очень любит перечный соус здесь брать. Ну, и чай с чёрным чебетом. Анютка всё ещё спит. Ура! Сейчас уже полдевятого. Мы быстро сейчас поедим и поедем домой. Так, ребят, мы уже дома, ношусь как бешеный таракан. Я как, не знаю, ужаленный кто в одно место. Короче, приехали. Быстренько побежали купать Анютку, раскладывать всё. О, шухер, шухер! Короче, искупали Анютку, покормила её. Всё, вообще красота. Сами стеки поели. Счастливые, довольные. В общем, показываю. Купили вот такую мясоруку. Сейчас пойдём её тестировать. Стоила она 30... 1033, что ли. Миво. А, тут ещё продукты, которые надо предложить. Короче, я заказала хлеб, пока мыла Анютку. Ну, и не только хлеб, потому что тот хлеб, который сегодня я собиралась использовать, он, понятное дело, пришлось это самое. Хотя мне хватило бы и этого. Короче, вот так она выглядит сейчас. Будем тестировать. Она должна быть не очень шумной. Ну, это вообще не сравнится с тем, что было. Надеюсь, в этот раз, блядь, удачно. Ой, какая стильная. Блок. При разборе я понял, что здесь немножечко инженерами придумали другую историю. Здесь посередине между вот этим резаком стоит две вот такие железные круглые хрени. Короче, из меня очень плохой этот техноблогер. Вот эта звёздочка, она режет и с этого боку, и с этого боку. Вот, прикольно. Я сначала подумал, типа, что за фигня, как она резать будет, потому что, ну, здесь, чтобы мы понимали, она как будто тупая. Это здесь сравнить с той, которая у нас. Там прям в углах, то есть как нож. То есть включать заряжку. Тем временем я замешиваю фраж. А, я её уже собрал. Короче, вот это прикольно. Прикольное инженерное решение. Теперь это надо мыть. Вручную, девочки, за помните. Так, девочке, сейчас начнётся очень быстрая экстренная лепка. Тут у меня 4 килограмма куриного филе. Блин, большие котлеты кручу. Не делайте руки такие большие. На самом деле, вот реально, сделать котлеты вот так вот много времени не занимает, если никто не отвлекает. Поднимает время ещё всё это убрать. Ну, вместо, чтобы в холодильнике было на заморозку. Вроде небольшая сушка. Очень даже миниатюрная бэби-картофель. Ой, картофель. Бэби-котлета. Ну, такие пухляши. Конечно, вместе это было бы быстрее делать. Но Слава там, кстати, убирает, всё моет. Так что, по сути, мы вместе делаем. Вот так вот всё получилось уместить. Не считала, сколько котлет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Короче, 33, что ли. Надеюсь, закроется. Сейчас посмотрим. Всё. Ура. Итак, ребят, Анютка хочет сделать распаковку двух своих покупок из детского мира. Ребята, мы туда зашли. Она у меня начала такая, мам, купи, мам. Упала на пол, короче, в истерике билась. Слышь. Да ладно, шутка, конечно, такого не было. Просто мы зашли, и я не устояла. Увидела вот такую Саву. А я люблю все вот такие игрушечки, которые можно куда-то повесить. Сейчас. Конечно, её надо постирать. Блин, не на резинке. Нравится? Мне понравилось, что тут есть звук. Грызулька. Звук покажи. А, вот этот звук. Нет, ну там кнопка есть, которая на батарейках. И вот тут мне его. Подводный мир. Так, ребят, сейчас уже почти 12. И пока Анютка спала, она, кстати, уже проснулась, успела помыть полы в квартире. И это супер, потому что каждый день нужно пылесосить, полы мыть, потому что у меня волосы выпадают. Короче, тут всё чистенько у нас. Сейчас даже успела помыть раковину, чтобы тоже чисто было. Сейчас ещё я ходила в душ, успела помыться. В целом класс. Единственное, что у нас тут вот что. Но это надо будет просто разобрать, убрать. Слава, тут пустышки Анюткины помыл. Вот с этим, правда, не знаю, что делать. Оно у нас в морозилке лежало. Ну, надо как-то распихать, наверное. Просто там сейчас котлеты. Тут игрушечки вот эти, их тоже надо отстегнуть и в стирку забросить. Стирается у меня вивина такая подстилочка. Сама я вот она. Анютку сейчас кормила. И куда-то её несу, не знаю куда. Хотела бы вам показать, что мы сегодня купили. Вот такую жилетку взяли Славе. А, ну вы видели примерочный. Мне кажется, она прикольная. Ну, как пока и для фотосессий, и для жизни прикольная. Себе я взяла вот такой свитер. Увидела у Карины такой бежевый. Вот. Но я бежевый мерить не стала. Во-первых, потому что, чтобы не писали, что я повторяю. Хотя получается, повторяю. Ну, блин, ну что? Что такого? Увидела, мне понравился свитер. Но я вот подумала, что чёрный, наверное, мне больше как-то, ближе, короче, будет. С чёрными, я уже представляю, хочу этот свитер с чёрными лосинами. С угами. Сейчас очень стильно. Заказала уги себе. Как-то они по-клёвому называются. Короче, когда будут, покажу. И жилетку бежевую. Вообще, мне кажется, классно будет. Взяла себе ещё вот такую вот боди. Тоже, кстати, как у Карины. Ну, блин, это типа, что такое? А что мы, я не знаю, живём в мире, где миллиард классных магазинов? И тем более, что? Я наоборот думаю, что будет классно, если мы с ней в одинаковых сфоткаемся. Короче, просто реально понравилось. Это уже, знаете, когда все пишут, вот, что-то там повторяешь, не повторяешь. Это, конечно, смешно, но потом уже даже реально, когда хочешь повторить, думаешь, блин, как-то неудобно. Ну, короче. Просто реально понравилось. Понравилось, как сидит на Карине. Я померила, мне понравилось, как сидит на мне. Ну, вообще, типа, мой стиль, на самом деле. Я такие вещи люблю. Будь. Будь. А Слава себе взяла вот такую. Что прикольно у этого бренда, что у них, типа, буковка Б, знаете, как раз, типа, Б, Басел, Седла. Так, ну, получается, что, а тут игрушка, которая была у нас в машине, и просто Анютке она так понравилась, я решила взять её домой, постираю. А ещё, и вот это то, что я вам показала, там где-то 40 тысяч мы оставили по деньгам. Смазайте, да? А вот это, девочки, никогда не догадайтесь, сколько стоит. Ну, смотрите, так, наверное, думаете, блин, ну, обычная кофта с лошадками. Ну, типа, прикольная, такая, ну, типа, ну и чё? Короче, не повторять, ну и... Она стоит 16 тысяч, потому что это 55% шерсть, 20% вискоза, 15% кашемир, 7% хлопок, 3% полиэстер. Ну, короче, на самом деле, офик на эти составы, мне просто понравилась кофта, и я подумала, что она прикольная, я бы хотела её купить, хотя, конечно, не стоит она этих денег. Ну, если подумать про состав, про шерсть, и подумать о том, что эта кофта прослужит мне много, почему бы нет? Просто, знаете, мне так надоела вот эта сборная солянка у меня в гардеробе, куча разных вещей, которые я через год уже не хочу носить. Я подумала, что не делать, не делать, надо покупать сразу хорошие, дорогие вещи с хорошим составом, чтобы они мне, типа, на года хотя бы, ну не на века уж, но на года. Короче, в принципе, вот всё, что купили. Ну, типа, сказать, что шопинг такой прям вау, ну не сказать. Но хорошо провели время, потратили деньжат, а ещё за 30 тысяч купили этот самый, налепили котлет. В целом день удался, на самом деле, ничего сказать не могу, несмотря на то, что в начале дня я вообще дула, заплачу. Ещё потом, когда мы со Славой потерялись в магазине, он ушёл с моим телефоном, я вообще просто была въесть. У Ванютки новый прикол. Сделай так вот. Давай. Давай, как ты делаешь? Давай, давай, давай. Ванют. Гугль, гугль, гугль. Как ты делаешь? Гугль, гугль, гугль. Да что ж это за заколдованный ребёнок? Такая разговорчивая была. Чего камеру видеть? Так всё. Сделай что-нибудь прикольненькое. Давай, малыш. Ты ж прикольный, малыш, весной. Чё-то постоянно новенькое, интересненькое выдаёшь, прикольненькое. Ой, ладно, всё, лежи, свои мультики тогда смотри. Я ушла. Куда посла мама? Мы сегодня со Славой смотрели Анюткину присуху, она, короче, так же подтянулась. Мы так вот потрогали, у неё вообще нормальные там банки. Ну, не, не банки, а эти, как называют, вот здесь. Чего я хочу выходить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук. Бук-бук-бук-бук-бук-бук. Качан. Чего там её Качаном называем? Качан, капусты. Короче, ладно, сейчас я всё это повешу. Постирать бы. Но не вот этот свитер за, блин, до хера миллиардов. Ну, прикольно же, скажите, с лошадками. У меня как раз уги будут в таком цвете. Такое тоже можно с лосинами. Вообще, мне кажется, прикольно. Короче, я просто собираю луки для домика отдыха. Ну, как сказать, собираю. Хочу классных вещей, чтобы классный контент поснимать. Ой. Нет, ну, заметили. Губки мама хотела, давай смеси. Уливайся. Ой, мама. Гой-гой-гой-гой-гой. Гой-гой-гой-гой-гой-гой-гой-гой-гой-гой-гой. Что, там подгузник будем менять? Давай менять подгузник. Так вот сидим. Пыталась ее укачать, чтобы она спала, но она начала кочерыжиться. Типа, я не буду спать, я уже спала. Я буду спать позже, что непонятного. Мама, ты меня не понимаешь, я не слышусь вообще. Да? Ты так говорила? Гугл-гугл, гугл-гугл, гугл-гугл. Вот так вот. Такой сладочек у нас. Ой, девчонки. Все-таки это такой кайф, конечно. Вот я вспоминаю первые два месяца, они тоже кайф. И, конечно, это реально очень быстро прилетает. С каждым месяцем реально легче становится. Во-первых, ты больше привыкаешь. Ну и реально легче. Вот у нас самые вот такие, ну, сложные все-таки, реально сложные были, наверное, первые два-два с половиной месяца. И мне кажется, у большинства так. Напишите в комментариях, какие у вас самые сложные месяцы были. Потому что, во-первых, это все в новиночку, как бы так, мамине грудь не оголей. А во-вторых, вот эти колики, шмолики, там, вот с грудью, то, что у нас история была с ГВ. Ну, вот это вот все было как раз в эти два с половиной месяца. А сейчас вообще ничего не знаю. Ну, единственное, что вот Анютка не очень спит последнее время. Это если думать о том, что скачок роста, если он существует, спать мне не дает, естественно. Да, сейчас буду спать. Так, я, конечно, снова не накрашена. Я все-таки, знаете, я залезла в душ, чтобы, ну, полностью тело сполоснуть. В принципе, думала смывать макияж, не смывать. Ну, знаете, конечно, удобнее, когда сразу в душ залез, там и смыться. Ну, вот, а не в раковину потом все это смывать. Ну, короче, подумала, ну, ладно, хрен с ним смою, потому что, конечно, уже вечер. Не хочет она спать. Сейчас время по первому. Кстати, она же у нас обычно в три уходит на ночной сон, но в последнее время она в час уже засыпает. Ну, да, наверное, что-то со сном такое интересное сейчас происходит. Но мне больше нравилось, когда она засыпала в три и шесть часов спала, если чем. Чем, когда она засыпает в час, и каждые два с половиной-три часа просыпается, и мозги компондирует. Короче, не считая вот этой вот ерунды со сном, регрессная или кто... У меня фокус, наверное, входит в шоке. Кого-то, возможно, тошнит уже. Так, впечатлительным, отойти от экрана. Не считая вот этой истории со сном, вообще все супер. То есть, по сути, единственное, что... Хотя вот мы в ресторане сидели, она спала. В ТЦ она как-то спала. Мы даже чуть-чуть пошепиться успели. Ну-ну-ну. На водичке попей. Я сейчас включила, смотрю влог. То, что мне прислала Люба, то, что она смонтировала, конечно, это вообще такой кайф, девки. Очень здорово, когда кто-то монтирует за тебя влоги. Это так облегчает жизнь. Я не представляю, вот я сейчас, не монтируя видео, понимаю, что у меня вообще ни на что нет времени. Ну, сейчас вообще реально. Как у меня обстоят дела? Раз в неделю у нас убираются. Все влоги монтируются. У меня есть теперь ассистентка, которая, ну, многие вопросы решает. На самом деле, с появлением ассистентки, наоборот, у меня меньше свободного времени стало. Потому что мы всякие дела придумываем, съемки, рылсы всякие снимать. Ну, короче, из-за этого вообще график такой плотный-плотный-плотный. Не знаю, как вам показать. Ну, у нее там вообще явно зубы какие-то прям. Зуби шмобы ползут, ползут. Там прям ковыряет, чешет. Короче, педиатр сказал, что зубки у нее уже, это, двигаются. Ну, типа не то, что может прям сейчас вылезут, но двигаются. Я не знаю, что это значит. Но судя по тому, как она там руками шебуршит, там явно какой-то процесс. Но если она в меня, то к концу четвертого месяца у нее зубы выглядят. Сколько там, не знаю, один. Ну, мама так сказала, что у меня так было. Лена его игрушку показала на восторге. Давай. Вот так вот мы спать собирались только что. Что-то это смешит. Сайми, скажи. Какой, смешит. Ой, как завелась. Ой, как завелась. Бедная лошадь. О, как ты смеялась. Это Таня ей приглянила. Давай, Ручка, крути сама. Крути сама. Мишутка Какая деловая Дай-ка, посмотрю, бабли Это мамочка Вот лежит, короче, не хочет она спать Что хотите, мне хотя бы просто Лежать с игрушками Слава искупала Вилочку Кстати, Вилочка у нас до сих пор спит Вот здесь И ей, по-моему, все норм вообще Единственное, что она утром просится к нам в кроватку И мы ее как бы берем Ну, берем так, что, знаете, посюсюкаться И все, и хватит Тут, на самом деле, дело уже даже не в том, что Вива там мимо ходила в туалет А просто насколько удобно, если честно Просто, короче, раньше Когда не было нютки Мы просто спали ночью И Вива не сильно мешалась В ногах там, над головой, еще что-то Но сейчас, когда я постоянно просыпаюсь Кладу ребенка покормить, например, да То с одной стороны покормлю, то я через нютку прям перелезаю С другой стороны, например, кормлю Потому что по-разному бывает И, конечно, неудобно, потому что Вива постоянно где-то под ногами И, короче, ну, кошмар Я как бы такая думаю Ну, не хочу спать Ну, не спи Мы вообще-то тоже не собираемся Ну, конечно, это неправильно Не знаю, о чем мы будем делать, когда она будет постарше Типа, когда ей будет там годик И вообще, как быть Ну, ей так клево У нее тут, видите, какая красота Какую мама ей тут красоту сделала Уют какой навела Она сейчас хоть сама в бочок интересуется ложиться Просто до этого не особо прям она интересовалась В бочок ложилась Так что пусть лежит Пусть ребенок развивается Ну, так мы и спим Очень удобно Я не очень такую люблю, типа, перелезть на ее кровать Ее там кормить Мне просто нравится, что между нами нет никакой перегородки И мне очень нравится спать отдельно То есть мне прям именно надо взять, переложить ребенка Я вообще думала, что, может быть, я буду другой мамой Ну, типа, знаете, захочу, чтобы ребенок со мной спал Потому что, в принципе, я в ней, конечно, вся растворяюсь Прям вся в ней И Слава тоже сказал То, что немножко скучает по мне Ну, я тоже по нему скучаю Но сейчас просто, типа, очень много работы Я говорю, блин, у меня сейчас жизнь такая На первом месте ребенок На втором работа И на третьем частота дома Я просто не могу это дома Ну, реально не могу Короче, просто не все поймут Но это реально трэш И в свободное время я Славе говорю Хочу тебя обнять Что-то Анютка заорала В итоге она перестала кричать Ну, я не пошла к ней в итоге Сюда легла Ну, типа, Славу обнять А в итоге просто легла рядом И не обняла его Ну, чтобы, короче Потому что я устала Говорю, что ты меня не обняла? Ты же хотела меня обнять Я говорю, просто устала Ну, короче, реально, ну, устаю Но на самом деле Вот сейчас я устаю Какие-то там, сколько дней Не знаю Только потому, что я не высыпаюсь по ночам Из-за тебя Я из-за тебя не высыпаюсь, да? Ты почему Не спишь по ночам? Чего не спишь по ночам? По-моему, я ей вообще Такой кайф здесь уют не сделала Не, ну, понятно Вы напишите подушка Ребенку не нужна И так далее Мне кажется, прикольно На самом деле Это, можно сказать, даже не подушка Она вообще тонкая, капец В чем кайф? Просто у Анютки волосы Как и у всех младенчиков Ну, пушочек вот этот остается Не знаю, мне кажется Это удобно Если сосульчика ее куда-то вывалила Чтобы не на волосы Например, взял, поменял Ну, мне кажется, ей прикольно Нет, в целом, нормально Но все равно устаю я сейчас, да Кто-то мне написал Типа, Юля, какая-то уставшая Я такая, да нет На самом деле У меня дофига сил и энергии Но, по сути, реально устаю Ну, вот я посплю Начинается новый день Все-таки хорошо быть молодым Это вот даже, знаете Я думаю о том, что Хочешь, не хочешь Но мысли о втором ребенке Когда появляется первый Ну, они крутятся в голове Ну, типа, когда? Че? Типа, вот интересно, какую разницу Ну, там, сколько выждать Так сказать Для следующих попыток Начать малыша Ну, короче Думаешь об этом все равно И я вот бывает думаю Типа, не Лучше все-таки Ну, нормальный перерывчик сделать Типа, годика два точно Три Может быть даже А иногда думаю Типа, блин, а чего? А вот что? Лучше может наоборот Типа, не затягивать Все равно Мы не молодеем И у меня напугало Короче, все равно думаешь О каких-то таких вещах Интересностях И я пока не знаю О чем я думаю Потому что иногда я думаю Блин, а вот как Если у нас еще один маленький ребенок А Анютка только Ну, еще тоже маленькая По сути все равно тяжело Это вообще Никакой Такой Не, ну не то, что никакой жизни Конечно, это звучит трэш Понятно, что всегда можно найти выход Попросить родных Нанять няню Господи Вот если совсем уж Ну, просто иногда хочется даже, знаете, спокойно посидеть в ресторанчике Как раньше Не, ну как раньше уже не будет Это и хорошо И с другой стороны Вот я с Лавей говорю Мы сейчас лежали буквально пару минут А Анютка у себя там в детской с игрушками игралась И я говорю Ты представляешь Последний раз мы с тобой были вот так вот вдвоем Ну, Вива, конечно, понятно Но она-то может сама и поесть И в туалет сходить И спать лечь Ей так-то не надо заниматься Ну, короче, я говорю Представляешь, последний раз мы с тобой были вдвоем Типа четыре месяца назад А в следующий раз мы с тобой будем вдвоем Может, лет через 20 Ну, чё, это реально трэш И в голове вообще не укладывается Не, ну понятно Слушайте, всё равно Ребёнок вырастает Она же вырастет, Анютка И в какой-то момент Уже можно будет её на дачу к бабушке отправить Ещё что-то Нам там со Славой, не знаю Провести время вместе Как раньше Но, с другой стороны, знаете, иногда я думаю Типа, блин, каково это вот сейчас было бы Один день провести, как раньше Типа, без ребёнка И я понимаю, что Что я бы уже не смогла так Потому что я не могу Я, когда ухожу на маникюр, на педикюр Отхожу от ребёнка Все мои мысли просто о ребёнке Потому что я говорю Как? Где мой ребёнок? Мой ребёнок! Ну, это просто, знаете, такое уже И с одной стороны, думаю, что, блин Было бы прикольно вот так вот Просто, знаете, пойти в кино Да неважно на что Просто пойти в кино Не знаю П сидеть в ресторане Не спешить домой Вообще ни о чём Ну, вот так вот не думать А потом я понимаю, что А что прикольно? Я же так жила 25 лет Ну, понятно, что там В один годик-то я в кино не ходила Но вы поняли Жизнь — это череда изменений И всё-таки правильно говорят Что сначала нужно там погулять Туда-сюда А потом уже семью заводить Потому что, когда появляется малыш Вот такой вот Малыш-крепыш Хочется всё себя отдавать ребёнку Знаете, не думать о том, что Ой, я там не входила в кино И ещё Ну, какая-то такая ерунда Понятно, всё это мелочи Да Ну, что, спать собирайся? Нет, это и всё пресс надо качать Когда мама тебя кормила? Давай посмотрим Уже время, блин Час 13, между прочим Ой, а что я не отметила, что тебя кормила? Что-то за ерундувина Конечно же, я её не 6 часов назад кормила Так, когда я тебя кормила? Я тебя кормила после того, как искупала Короче, Лана, я на этом с вами прощаюсь В этом влоге Завтра, кстати К нам приедет массажист Делать анютке массаж А когда к маме приедет массажист? Он мне тоже нужен Короче, вот Не знаю, как пройдёт Посмотрю Возьму что-то на заметку Интересно, как анютке зайдёт, не зайдёт Ещё хотела в каком-то из влогов Вам рассказать, как прошло крещение анютки Может быть, какие-то видео показать Но на влог не снимала Потому что я вообще болела тогда Я болела У меня была, наверное, температура У меня было вообще не до влога Да и, ну, как бы, таинство снимает Показывает Всё-таки таинство оттуда-сюда Ну, короче, просто рассказать Хотела, как всё прошло Потому что я уверена Меня смотрят мамочки молодые Кому, например, предстоит это пройти В первый раз Да И хотела тоже вам рассказать Как всё проходило Как вообще анютка отреагировала Чё было Чё я считаю Какие я выводы сделала Так что всё Спасибо, что смотрели этот влог Всех люблю, целую, обнимаю Будьте счастливы, здоровы И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok